ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОРСКИЕ ЛЕГЕНДЫ Полистаю-ка я энциклопедию кораблей. Ага, экраноплан КАМ. Хм, экраноплан — это что-то новенькое. Построен в СССР в 1966 году. КАМ расшифровывается как «Корабль-макет». За рубежом его прозвали «Каспийским монстром». Хм, ничего непонятно. Капитан Бинокль, а что такое экраноплан? И почему монстр? И почему Каспийский? О, Петя, ты открыл особую страничку и в энциклопедии, и в кораблестроении. Экранопланы — это гибрид корабля и самолета. Ну-ка, возьми меня в руки. Ой-ой, пора смазать колесико резкости. Не скреплю я что-то. Ну, смотри. Капитан Бинокль, это правда какой-то монстр. Огромный. Тнище, как у корабля. Крылья, как у самолета. Так он летает или плавает? Можно сказать и то, и другое. Экраноплан разгоняется по воде, а потом планирует в нескольких метрах над поверхностью, используя интересный физический эффект. Экранирование. Дело в том, что при полете на малой высоте под крылом образуется слой воздуха высокой плотности. То есть экран. А экраноплан по нему скользит. Интересно, а зачем нужен такой странный плавающий летательный аппарат? Как зачем? Достоинств масса. Скорость. Он разгонялся до 500 километров в час. Причем ему не требовалось взлетные полоса. Взлетал он прямо с воды. Он может взлететь в экстремальных условиях. И с мелководья, и при высоте волн до трех метров. А кто прозвал его монстром? Американцы. Длина экраноплана почти 100 метров. Высота больше 20. А размах крыльев почти 40. Испытания проходили в Каспийском море. Американцы увидели со спутника эту громадную странную машину и дали ей такое прозвище. Да, такого гиганта трудно не заметить. А, в том-то и дело, что трудно. Высоту в 3-5 метров, на которой он летит, не отслеживают радары. Поэтому экранопланом заинтересовались военные. Ведь он может подкрасться к врагу незамеченным. И минные поля ему не страшны. Он не задевает мин. Грозная машина получается. А можно на ней прокатиться? Нет, Петя. Каспийский монстр разбился на испытаниях. А больше таких больших экранопланов не делают. Но аппараты поменьше уже используют российские спасатели. Морские легенды